Быть победителем – великий труд. Готовя материал к нашей рубрике «Победители» в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, мы отправились в гости к семье Костяевых, труженикам тыла, детям войны. Сейчас обоим супругам по 87 лет, а в следующем году они отметят 65-летие совместной жизни. И хотя уже несколько лет они почти не выходят из дома, но он всегда полон гостей – детей, внуков и правнуков. Навестили Костяевых и мы. Николаю Михайловичу и Зинаиде Иосифовне было по 9 лет, когда началась война. Оба они родом из Удмуртии. У Николая Костяева сохранились яркие воспоминания о первых военных днях. Его отца тогда призвали на службу в Ленинградскую область. Семьон писал письма в дороге. Они, доезжая до границы, бомбили. Выжили все. Все разбежались, выжили, все собрались. Если, значит, давай тут рядовая рядышком, значит, 500 метров уже фашисты сидели в окопах. Их в окопы загнали. Сели голодные. Он пишет, что, значит, не привезли еды. И там впереди немцы, сзади далеко остался полк питания. Недалеко лежала мертвая лошадь. Солдаты по очереди ползали к ней и потом, как могли, готовили мясо в окопе. При этом вокруг все было в минах. На одной из них подорвался отец Николая Михайловича. А питания еще три дня не было. Вот он пополз, его очередь была. По порядку сходили, значит. Не поспел дойти, наполз на мину. И тело долетело на кучу все. Все раздробило в дроби. Сам наш герой с детства работал на земле и помогал семье и поселку. Возили навоз, возили там, подавали в молотилку, в зерно, в салон. В общем-то, все работали. Его будущая супруга Зинаида Иосифовна жила рядом, в Машге. Ее отец также погиб на фронте. Мать осталась с тремя детьми. Не были под бомбежкой. Но войну мы хорошо знаем. Потому что мама целыми днями работала. А мы почему-то как-то очень быстро повзрослели и понимали, что надо помогать. Во всех школах, вспоминает Зинаида Костяева, половину помещения занимали госпитали. Привозили туда раненых. Очень много было, конечно, раненых. Ну и мы туда ходили. Ну, помогали, чем могли. Летом собирали ягоды. Мы в основном, конечно, жили ягодами. Ягодами и грибами летом. Так Чита Костяевых пережила войну в Удмуртии. После направилась в Свердловскую область, а затем и в Автоград. Сейчас здесь проживает вся большая семья победителей. Двое детей, двое внуков, двое правнуков с третьим на подходе. А следующий герой нашей рубрики уже через неделю. Виктория Евсеева, Дмитрий Кравченко, Ради Ганеев, Челны, 24.